МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мусор-путешественник. Кто оставил тонны отходов в Житомирской области? И почему местные жители чуют львовский запах? От пустыни до технологического рая. Как за 70 лет постоянно воюющий Израиль построил процветающее государство? Дела церковные, дела парламентские. Верховная Рада сегодня поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху. Убеждать, проголосовать депутатов за документ пришел Петр Порошенко. Что говорил президент? Как депутаты нажимали на кнопки? И какие вопросы сняли с повестки дня? Об этом далее в материале. С утра трибуна снова в кольце радикалов. Но блокаду снимают. Первая очередная сегодня церковная тема. В сессионном зале готовятся к выступлению президента. Около 11 глава государства уже на трибуне. Не так же грим среди ясного неба. Само так, вопрос, о котором мы сегодня рассматриваем и обговорим, пролонало для многих из тех, кто не очень внимательно следует за проблематикой украинской единственной православной церкви. Президент просит парламент поддержать его обращение к патриарху Варфоломею с просьбой дать разрешение на создание украинской поместной эвтокефальной церкви. Томос, на который мы так надеемся, и для получения которого докладаем столько усилий, и поява признанной единственной поместной церкви никаким образом не означает порушение конституционного принципа свободы совести. Единственная православная поместная церковь не станет государственной. И все верующие имеют и имеют право вольно выбирать себе как конкретный храм, так и конкретную церковную юрисдикцию. Вслед за президентом свои позиции высказывают главы фракции. Первым делом к трибуне вышел оппозиционный блок всем составом. У нас иншее бачение сегодняшней подии. Мы вважаем, что сегодня начинается президентская кампания, но прикро и погано то, что президентская кампания начинается с использования наиболее счетливой темы, которая сегодня есть в суспистве, в вопросе религии. Наша позиция, что держава не должна втручаться в религийные вопросы. Все это должна решиться с руководителями религиозных установок и мирянами. Поэтому наша фракция выступает против этой постановки и на полегающие вопросы церкви вырешивались только на уровне межцерковного диалога. Оппозиционный блок от трибуны не отходит, но микрофон уступает Народному фронту. Мы сегодня будем голосовать за то, чтобы миллионы украинцев не выклинулись как безблагодатные. Фронтовики тоже хотели оккупировать трибуну, но их остановили. Не поддерживает обращение президента и группа возрождения. Остальные фракции готовы дать голоса, в том числе и радикалы. Они, к слову, обещали блокировать трибуну до тех пор, пока Рада не займется законом о возвращении льгот чернобыльцам. Документ в повестку внесли, этого уже полтора года нардепы не могли сделать. И подопечный Ляшко блокаду сняли, дружно проголосовав за президентское обращение. Украинская православная автокефальна церква – это организационная структура. Это то, что объединяет людей на защиту их прав. Для украинского общества это исторический шанс получить каноническую церковь истернатором в Киеве, а не в Москве. Все, что сегодня потребуется от нас в этом зале – это единство. Иснуют и будут существовать разные церкви, и каждая людина имеет право выбирать свою церковь. В тот же час, как государство, мы имеем право иметь единую церковь. После недолгих обсуждений нардепы все же поддержали обращение. Позвольте мне этот дух передать в телефонной разговоре с Вселенским Патриархом, который будет прямо сейчас. И мы на сегодняшний день доведем позицию парламента, позицию президента, позицию народа и позицию украинских иерархий в церковных. Президент ушел, ушли и депутаты. В кулуары расходиться в комментариях. Синод, Патриархский Синод, в целом, очень редко принимает решение. Это очень, скажем, растянутый в час и процесс. И не означает, что сегодня, после сегодняшнего голосования в Верховной Раде, завтра или через неделю может быть решено. В 2016 году уже было такое обращение. И мы видим, что ничего такого не произошло. Я уверен в том, что Константинопольский Патриарх никогда не пойдет на то, чтобы нарушить церковные традиции, законы, которые существуют в 2000 лет. Это будет означать раскол православия. Вторая тема, которая могла стать ключевой в парламенте, это избрание Центра избиркома. Еще вчера была готовность голосовать за новый состав. Сегодня что-то пошло не так. Не стоит выбрать Центральную выборную комиссию сегодня в порядок день, потому что нет консенсусу среди фракций, в котором нужно голосовать ЦВК. А кроме того, много кто подозревает, что формирование ЦВК может стать поштовхом до очень борхливых политических процессов, в том числе и до дискреповых парламентских выборов. Очень прикольно, что мы не находимся сегодня политической воли на призначения новых стран. Очевидно, что это связано с страхом получать доступные выборы. Чем ближе мы приближаемся к выборам, тем сложнее эти призначения можно реализовать. Тем ценнее эта посада, с точки зрения политического процесса выборов, стает. Опозиция абсолютно однозначна. Кожа фракция, которая присутствует в парламенте, должна иметь своих представителей. Согласно нашей колькости депутатов, мы должны иметь как минимум двух представителей. Осталось так, что президентская фракция и фракция Народного фронта, они распределили между собой практически весь склад ЦВК. Мы расцениваем это как намагание фальсификовать выборы. Обойдя кадровые вопросы, нардепы перешли к запланированной повестке дня, отложив вопрос Центризбиркома как минимум на месяц, поскольку впереди в Раде три непленарные недели. Екатерина Лысенко, Александр Васильченко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Своё обращение ко Вселенскому Патриарху Варфоломею направил оппозиционный блок. В заявлении, которое подписала политическая сила, говорится, что создание единой поместной церкви – это попытка решить определенные политические задачи накануне президентских выборов, вмешаться в дело церкви и узурпировать право православной общины на решение своей судьбы. Всё это, по мнению оппозиционеров, подталкивание к новой напряженности в обществе. Владимир Гройсман намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах. Об этом премьер сообщил на своей странице в Твиттере. На выборы пойдется своей командой и надеется войти в Раду уже с готовыми предложениями по изменению страны. Что касается возможности досрочных выборов, то Гройсман такие слухи опроверг. На встрече с журналистами региональных СМИ глава правительства заявил, причин для этого нет. Вместо спешки с перезагрузкой Рады премьер предложил поторопиться с изменением избирательной системы и ввести наказание за фальсификацию голосов. Виборы нужно проводить не позачерговые, а виборы нужно проводить черговые, но по новому закону про выборы. И считаю, что когда будет новый закон честный, в том числе, если будет принята наша инициатива щодо покарания за подкуп выборцев, то у нас есть шанс после черговых выборов 2019 года получить совсем новую качество выборчого процесса. С точки зрения подставов на сегодняшний день проведения позачерговых выборов нет. Но в парламенте есть и такие депутаты, которых судьба страны не сильно беспокоит. Один из главных прогулщиков 8-го созыва Верховной Рады Вадим Рабинович сегодня на заседание парламента пришел, но за законы не голосовал. Почему и в чем еще обвиняют лидера партии «За життя» подробнее в нашем материале. Сделал дело, гуляй смело. Но некоторые депутаты первую часть этой пословицы упускают. На заседание парламента не приходят, за законы не голосуют. К примеру, одиозный лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. За время работы 8-го созыва Верховной Рады посетил только половину заседаний. За неделю в зале вообще не появлялся, но сегодня на работу таки пришел. Я даже честно вам скажу, я сам много задумываюсь, что я здесь делаю. Но явиться на работу это еще не значит работать. Лидер партии «За життя» проигнорировал даже голосование после выступления президента. Потому что получается я даже не участвую ни в чем. Участие в жизни украинского народа и страны, похоже, не очень важно для депутата Рабиновича. В любой момент лидер партии «За життя» может уехать в Израиль. По информации общественников, у нардепа есть израильский паспорт, а это нарушение закона. У нас в законе продавцслужбы четко написано, что чиновником, тем паче, министром, не может стать человеком с подвидным рабочимством. Крапка. Это норма прямо с законом. В парламенте его пытаются соблюдать. К примеру, нардепа Артеменко, у которого есть канадский паспорт, лишили и украинского гражданства, и депутатского мандата. Но с Рабиновичем не торопятся. Это и выборковая, и политика этой влады, такие подвийные стандарты. Я считаю, если Артеменко избавили мандата из-за подвийного гражданства, так и других народных депутатов должны избавиться. Но, ясно, тут должна быть политическая воля, а на высшую руководство государства. Решить проблему с двойным, а иногда и тройным гражданством депутатов, в Верховной Раде пытались не раз. Регистрируют законы, просят внести их в повестку дня, но все отщетно. Я зарегистрировал два законопроекта, которые имели унеможливости, с одного боку, такие факты. Так вот, с березня прошлого года, ни один из этих законопроектов, даже не пришел в профильный комитет. Два недели назад я вернулся к спикеру Верховной Рады Андрея Поробио с требованием, чтобы негайно эти законопроекты прошли, чтобы он дал доручение. А пока законы не выносят на голосование, нардепы подают запросы силовикам с просьбой проверить факт наличия израильского паспорта у Рабиновича. Также требуют изучить его доходы. Ведь на какие средства нардеп позволяет себе роскошный отдых в Израиле и дорогостоящие перелеты чартерам, это неизвестно. В своих декларациях Рабинович затраты на вояжи не указывает. Но прибыль декларирует постоянно. К примеру, платеж за земельный участок формально оформлен на имя жены нардепа. Она решила продать землю российскому бизнесмену Павлу Фуксу. 22,5 миллиона гривен семья Рабиновича получила в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи земельного участка. То есть, землю семья Рабиновича еще не продала, но деньги уже получила. Декларации нардепа уже заинтересовались и в НАБУ. Антикоррупционеры начали расследование. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Генеральная прокуратура готовит представление Верховной Раду о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов. Об этом сегодня в Днепре заявил генпрокурор. Правда, имен Юрий Луценко не назвал. Сообщил только, что документы сейчас проверяют в юридическом управлении. Как только закончат, их передадут в парламент. Глава ГПУ также рассказал, что в прошлом году осудили 1700 коррупционеров от мэров городов до начальников управлений. Что же касается расследования коррупционных преступлений Виктора Януковича и его окружения, то оно завершено, отметил Луценко. Завершено следствие по справе Януковича, Азарова, Арбузова, Клеменко, Корченко, Ставицкого. На завершенном этапе чекаем дозволу суду справу Клюя. Уважаю, что мы достаточно результативно выполним завдание, поставленное перед нами народом, про засудование злочинцев по передних переливам. Один украинский военный ранен в зоне АТО. С начала суток боевики обстреливали позиции армейцев уже 12 раз. Били в основном из гранатометов. Больше всего досталось защитникам Авдеевки, Каменки и Станицы Луганской. В Марьинке и Водином противник применял стрелковое оружие. Подробнее о ситуации на передовой наш военкор Игорь Левенок. Луганщина, передовая в районе села Трехизбинка. Наши бойцы наблюдают за противником. С той стороны время от времени слышно, как работает вражеский пулемет. Все, что происходит по ту сторону, каждый обстрел врага, наши бойцы фиксируют в тетради. Половина страниц уже исписана. Солдаты говорят, раньше такой тетради хватало на полмесяца, а после Пасхи только на неделю. Окупанты очень активизировались. И военные предупреждают. Никакой системы обстрелов здесь нет. Боевики могут открыть огонь в любой момент. Из всего арсенала, что у них имеется. Поэтому наши солдаты передвигаются только по окопам. И без крайней необходимости из блиндажей не выходят. Очень часто стреляют. Вот они могут пострелять в 9 утра, потом в 2-3 дня, потом в 5 и тупо целую ночь. Бойцы наблюдают за противником. Говорят, там особо и не скрываются. Сегодня несколько грузовиков боевикам подвезли боеприпасы. Ребята видели, как враг выгрузил ящики с минами и патронами. Доложили руководству. Но пустить очередь по наемникам из пулемета приказа не было. Могут пострадать мирные жители, которыми боевики прикрываются. Это боится за мирных же в основном. Переживаем. Как они потом к этому отнесутся. Именно так сейчас не сладко живется. Пресс-офицер механизированной бригады говорит, против их подразделения работают танки, запрещенные минометы и артиллерия. Особенно в районе Крымского. Там во время огневых ударов враг себя не ограничивает. Такая ситуация и на вселенной фронте. То есть боевые машины, танки. 120 калибр, 82 калибр. Еще большего усиления огневой активности врага наши военные ожидают в период майских праздников. Говорят, это уже традиционно. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. СБУ перекрыло нелегальный канал поставки оружия из стран Евросоюза и США. Об этом сообщил замглавы ведомства Виктор Кононенко. Оружие возили в разобранном виде. В мастерских Киева собирали и продавали на черном рынке. Среди участников группы были как украинцы, так и иностранцы. Агенты СБУ под видом клиентов сделали две закупки, а после задержали организатора. Бойцы Добробатов пикетировали парламент. Требовали признать их участниками боевых действий. По словам активистов, соответствующие законы депутаты подали еще год назад, но их до сих пор не ставят на голосование. Из-за этого добровольцы, в отличие от других ветеранов АТО, остаются без льгот и соцпакета. Из-за этого, что те, кто первым ставят на защиту, те, кто плечо-плечо-збройными силами, то мы сегодня закон не предбачаем абсолютно никакой заработной платы. Ничего, фактическое признание и надание каких-то певных пиль. Это вопрос, безусловно, нужно спрямовать до президента, нужно спрямовать до большинства депутатов Верховной Рады, с правовладных, перш за все, фракций. Но сейчас они не хотят поддержать, реально, не на словах, а поддержать добровольцы. Они боятся добровольчего рука. Они не хотят, чтобы эти люди имели соответственные права, имели соответственные пильги, потому что они им не выгодны. Это люди, которые имеют свою позицию, это люди, которые могут спрятать, в том числе и с нынешней власти, за их бездействие, за их коррупцию, за их злочинные действия. Страна, где за одного солдата отдают тысячу боевиков, где воюются дня создания, где практически нет природных ресурсов, но экономика одна из самых развитых в мире. Израиль отмечает 70 лет со дня провозглашения независимости, о том, как празднуют этот день, расскажет Сергей Услендер. В начале казалось никаких шансов. Народу 800 тысяч. Нет экономики, нет оружия, нет денег, чтобы его купить, а вокруг кольцо врагов. На следующий день после своего рождения Израиль начал воевать и делает это всю свою историю, доказав, что врагов можно остановить голыми руками, а в пустыне построить процветающее государство. Был бы народ и было бы желание. В день независимости страна вспоминает, кому обязана своим существованием. Звучит траурная сирена и все замирает на одну минуту. Смысл этой традиции вспомнить тех, кто погиб. 23 646 человек отдали свои жизни за ее свободу. Каждого знают по имени. В Израиле нет неизвестных солдат и почти нет пропавших без вести. На весь мир прогремела история Капрала Шалита, которого обменяли на тысячу террористов. Принцип не бросать своих здесь в закон. Мы полны решимости противостоять фанатикам, а также постоянному подстрекательству соседей, многие из которых отказываются принять наше существование. И признаки перемен, а они есть, связаны прежде всего с признанием нашей решимости защищать свою страну и народ. Это наша отчизна. Здесь мы будем жить с Божьей помощью вечно. Тому, кто поднимет на нас руку, не будет пощады. А вот сам День независимости уже праздник со всеми атрибутами. И главный парад морской и воздушный. Раз дата круглая, то и отмечают с размахом. Впервые над израильскими городами в одном строю с местными летчиками идут иностранные пилоты. Несколько стран прислали свои пилотажные группы. В небе самая разная техника. От таких самолетов на них сражались первые израильские летчики во время войны за независимость до самых современных F-35. Впервые десантники показывают парашютное шоу. Времена, когда израильтяне воевали голыми руками, давно закончились. К своему 70-летию страна демонстрирует впечатляющие экономические успехи. Рост ВВП, безработица на историческом минимуме, продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. В бюджете уже который год профицит. Израильские стартапы известны по всему миру. Прирост населения тоже впечатляет. За 70 лет оно увеличилось в 11 раз. Местные журналисты очень любят ко дню независимости публиковать список израильских изобретений. Обязательно вспоминают компьютерную флешку и помидоры черри. Но технологии, медицина или армия все же не главные преимущества этой страны. Главное здесь возведенные в абсолют человеческие жизнь и достоинства. Известный писатель Амасос как-то сказал, «Если однажды я упаду на улицы, пусть это будет улица Израиля, потому что тут же со всех сторон ко мне подбегут люди». Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. «Отключить аналоговое телерадиовещание до июля» поручил надсовету по вопросам телевидения Петр Порошенко. Затянувшийся на два года план перехода на цифровое ТВ неприемлем, заявил президент на заседании военного кабинета при СНБО. Угроза информационных диверсий не может быть оправданием, подчеркнул Порошенко. «Ця отрута діє з території окупованої, зі схода нашої країни, для того, щоб забезпечити донесення пропагандистских російських меседжей тим громадянам України, які живуть недалеко від лінії зіткнення. Мова йдеться про те, щоб донести сигнал українських засобів масової інформації, які сьогодні можуть вважатися щепленням проти російської пропаганди». Нужно вернуть доверие Конституційному суду. Об этом заявил його председатель Станислав Шевчук во время встречи со студентами і общественними активистами. Он возглавив Конституційний суд в марте нынешнього года. Говорить, за це час вдалося наладити роботу всієї структури, яка була фактично паралізована. Суді утвердили регламент, почали процес розгляду жалоб граждан і вже успіли принять нескільки важних рішень. Іншого механізму авторитету ми приймаємо рішення колективно. У нас колективний орган. Щоб прийняти рішення треба, щоб 10 судів проголосували. Зараз нас 16, так? Якщо будуть цілий кампанії проти Конституційного суду, інші демократичні інституції, першу чергу Конституційного суду, коли інституція, вони посиплются як доміно. В борьбу за перерасчет пенсій решили вступити і госслужащі. С самого утра чиновники во главі с нардепами подали представлення в Конституційний суд. Требують признать крошечные выплаты госслужащим незаконними. Річ идет о чиновниках, які вышли на заслужений отдых в течении последних трех лет. Как раз три года назад государство ограничило їх право на перерасчет. Долги чиновникам власть обязана вернуть, заявив нардеп Сергей Каплин. Он отметил, що сьогоднішнє заявлення – тільки перший шаг. Документ підписали 51 нардеп і близько 2 тисяч чиновників. Ми вимагаємо перерахувати пенсії державним службовцям. Це чверть мільйона українців, інтелігентних, розумних. Це еліта нашої країни, освічених людей. І ми будемо починати, крім відповідних позовів і відповідних звернень до Конституційного суду України, велику кампанію, загальну національну кампанію боротьби за права цих людей. І помнить тяжело і забыть невозможно. Накануне годовщини чернобыльської аварії в зону отчуждения приїжджають те, хто видели Припять і Чернобыль цветущими городами. І те, для кого ця земля превратилась в поле боя с ядерной угрозою. Сейчас многие з цих людей сами нуждаются в защите. Почему так происходит? І получат ли чернобыльцы поддержку от государства? Об этом подробнее в сюжете. Це мій дом, 12-й этаж з тій сторони. Все окна сюди. Сын уходив, у нас тут була дача. Видно було, коли ми на даче роботаємо, він приходить, і все окна включили, везде свет. То знаємо, що він у нас дому. Дорога до мій длиною 20 років. Решение приїхати в Припять Нелли Степановне далось нелегко. Принимала його імпульсивно. На ЧАЭС она работала інженером. В Україну приїхала із Красноярска. Атомщиков в далеких 80-х собирали по всему бывшему Союзу. Припять была городом молодых і талантливих. В день аварії Нелли Степановна находилась в командировці в Литве. Інженер по спеціальності, ана поехала за оборудованием. Я коли узнала, що аварія, то я рванула на поїзд на Чернигов. І там, представляете, як говорять, вивозят трупами, вивозят тисячами із Припяти. Вот я ехала, думаю, моїй семьи нет. Муж умер через три года после взрыва, от рака. В той день большинство не понимали, какая опасность уже поглотила город. Спустя десятилетия женщина уверяет, якщо б і знали, все равно б не бросили свій пост. Ми ж работали, тому це не має значення. Ми ж не боялись, але ми работали. Ми з цим зв'язали, ми з атомною промышленностю зв'язали всю життя. А якщо б ви знали, наприклад, чим це закінчиться? Ну не знаю, ну не знаю, ми роботу б не бросили. Не було таких у нас предателей, не було. Приїхали жити в Припяти. А тут аварія, только-только устроились. Об аварії і реальних її масштабах, і угрозах люди узнали спустя неделю. Татьяна Николаївна через три десятка лет тот день помнит в деталях. Муж был на смене во время аварії на самой высокой точці. А она, получив известие посреди ночи, побежала домой. Никто нам не сообщил, а сказали, що че-то бахнуло. Те события сотрудники і ліквидатори между собою называють «війною». С нею вони вернулись уже другими, і она разделила їх життя на «до» і «после». Возлагая цветы к меморіалам, вони неохотно вспоминають о своїх проблемах. Лиш поделились, ждуть новостей з парламента, де сьогодні рассматривали законопроекты об їх пенсіонному обеспеченні. Я вот лично жду приказ. Ой, не приказ, а сегодня, 44 постановлення, 42. К примеру, Татьяна Николаївна, проработавшая на ЧАЭС 10 лет, була винуждена отказатися от пенсії чернобыльца. Я інвалід 2-й групи. Пенсія була минималка. І я перешла на максималку, тому що у мене 58 лет стажу. Понимаєте, скільки років? А на з інвалідності перешла? І я з інвалідності перешла, тому що... Ну а щас конкретно сказати... Тому що там пенсія маленька, а здесь намного більше буде. І за отсутствие средств сократили льготу чернобыльцам. За 4 роки їх почти свели к нулю, говорят, в оппозиції. Сократили все программы по медицине, по лечению, по оздоровлению, по социальной поддержцію людей. Отобрали все гарантии, льготы и компенсации. Для нас очень важно, чтобы сегодняшня власть в полном объеме, как положено, выполнила те гарантии, те решения, которые были приняты, но которые сегодня не выполняются. Це в першу чергу пенсіонне обеспечення. В парламенті зарегистрировано 10 законодательних іниціатив в пользу тех, хто спас мир от смертельной радиації. Я считаю, що ми в долгу перед чернобыльцами. Вот перві два закона проголосовали. Один із них дає можливість получить віддостоверення, пострадавшого от чернобыльської аварії, при наличі 4-х літнього стажа до 93-го года в цій зоні. А второе – це дає денежну компенсацию детям, які мають право на безплатне питання. Але це перший шаг. Іх 10 законопроектов, які восстанують соціальні льготы, отобранні в 2014 році. Проведують ли свої дому ті, хто жил і працював в молодому місті Прип'ять? Більшінство кажуть – вряд ли. Слишком тяжело вспомінать ті дні і ті, хто вже ніколи не повернеться з той війни. Ірина Баглай, Даніель Косаковський із чернобыльської зони. Подробності – телеканал «Интер». Масштабна операція в Винницькій області. Одного п'яного задерживали около 100 полицейських і 10 бойців кордам. Вони специально для этого прилетели на вертолете із Києва. Житель села Вербко взял в заложниці свою жену. У нього було ружье, але полицейським удалось ввезти жінчину із дому. Коли дебошір почав стріляти, правоохранители відкріли огонь в ответ і ранили його в ногу. Після чого мужчина забаррикадувався. Пришлось вызвати подразделення корд із столиці. Спецназ штурма взял дом і обезвредив стрілка. А во время обыску у нього з'явили тротилові шашки і електродетонатор. Асфальт під контролем. Депутати будуть следити за застоянием українських трас. В парламенті з'явили межфракціонне об'єднення за дороги. Його участники намерені контролювати, як расходуються выделені правительством деньги, і бороться з коррупцією в дорожній сфері. Село Пуховка під Києвом. Сьогодні з самого утра здесь установили мобільний габаритно-висовий комплекс. Так інспекторы Укртрансбезопасності ловят перегружені фури. Мені чим за час оштрафували 4 грузовіка. Ну, 20 там з копійками. А можна 16. 16 на здвоєнні осі допустимо норма 16 тонн. Перегрузимо розрахунок по даному перегрузі. І ми дією будемо вручати штрафки, сертифсенцію. Здесь неподалеку песчаный кар'єр. Більшінство машин оттуда йдуть с перегрузом, разрушая асфальт. Більшінство перевозчиків превышають весовий режим, при тому, що ціна на песок достаточно низка. І часто вони попадають в услови, коли повинені повышати вес в 10, а то і більше тонн. Коли тут немає трансбезпеки, то перевозяться грузи в 2,5 разів більше. І це показує, що проблема колосальна. Именно перегружені фури наносять наибольший вред дорогам, говорить глава госслужби безпеки на транспорте. Однако всіх ловити не успевають. Нужно більше площадок. Проблематика є в майданчиках. Майданчиків на сьогоднішній день тільки 110. Для того, щоб маневрувати по області, виявляти більш ефективно ці перевантаження автомобілів, цих майданчиків, принаймні, як мінімум, потрібно біля 300. Іменно Михайл Ноняк по порученню правительства вже два роки займається установкою таких комплексів по всій країні. Недавно був временно відстрінено від должності. Однако, вірює, робота продовжується. Я перед відстороненням своїм зібрав керівників областей, ще раз зібрав їх, поставив чіткі завдання. І я бачу, що по аналізу, по показниках, робота ця тільки посилюється і покращується. Тобто немає якогось такого впливу на областя з моїм відстороненням. Йде робота, люди розуміють, що це тимчасово. Я спілкуюся з колективом, спілкуюся з областними керівниками, для того, щоб вони більш ефективніше працювали на загальнодержавний результат. В цьому року на ремонт і строительство дорог Кабмин виделив рекордне 40 млрд гривень. До 2020-го эта сумма должна удвоїться. Следити за тим, як расходуються ці бюджетні средства, тепер будуть нардепи. 57 парламентарів сьогодні создали міжфракційне об'єднення за дороги. Контроль за виконавчою владою, за застосуванням нормальних, якісних технологій. Друге – це розробка стратегії ремонту і капітального будівництва доріг в Україні. І третє – це контроль за цими перевантаженнями, які відбуваються по всій державі. Треба стимулювати державу встановлювати максимальну кількість важкових комплексів, які мають замеряти на всіх в'їздах, в'їздах, в кожне обласне місто. В кожен районний центр штрафувати тих, хто незначно перевищує цю вантажність, і не пускати в межі місць тих недобросовісних трейдерів. Главна ціль – повисити безпасність і комфорт на дорогах, кажуть депутати. Перше – зробити парламентський контроль над діяльністю урядом, щоб не було розкрадання цих коштів, які відділяються на ремонт і реконструкцію. І з тим, щоб ми збільшили основне питання, збільшили безпеку дорожнього руху, і щоб менше українських громадян гинули на дорогах. В парламенті вже подготовили для правительства ряд предложений, а именно по оборудованию участков для обгона на трассах і підсветки пешеходних переходів. А пока що по всій країні проводять інспекцію дорог, і о результатах обещають вскоре отчитатися і направити їх в правительство. Олексій Пшимыський, Богдан Савруцкий, подробності – телеканал «Интер». Львівський мусор опять качують по Україні. Свалки отходов обнаружили вдоль трассы «Київчок» в Житомирській області. Обо всім подробніше розкажуть наші корреспонденти. Ось перед нами загрузочна якась накладна, номер 4572, 22 березня 2018 року. Автомобіль, якийсь там вкладений в Володимир, але маршрут – Львів. Эта свалка на территории бывшого склада минеральних удобрений появилась минувшие выходные. Отходів здесь около 100 тонн. До ближайшого села Барвиновки – всего полтора километра. Местные жители возмущены. Говорят, перед Пасхой затеяли грандиозну уборку. Вывезли весь мусор. По всій сільській раді Барвиновський навели порадок. А тут нам подарок привезли. Местный староста Николай Гордичук заявляє, отходы привезли из Львова. Демонстрирует доказательства. Будь-який документ, будь-яка бумажка, яку там піднімаєш, це і чеки з банку, це якісь і видаткові накладни, це і накладни на перевезення якихось грузів. Ну і кругом місто Львів, Львів і Львіва. Чтобы убрать свалку усіла нет денег, просять о помощі Райкосадміністрацію. Потрібно буде шукати якісь виходи, десь на інші полігони везти. Авталізувати вже потрібно, тому що йде і сморід, і розкладання цих відходів. Ми виїжджали комісії, виїжджали, ми брали з собою Держпродспоживслужбу, є акти обстеження, брали ми разом з собою і поліцію. Направлено листи на поліцію, направлено листи на патрульну поліцію Рівенську, Житомирську. Чиновники надіються, що поліція знайдет злоумішленників, і те відмістять ущерб. Зараз перевіряються всі камери відеонагляду, становяться можливі сітки та очевидці для встановлення даних осіб, які причетні доскою на дану злочину. По приблизительним оцінкам, всього за останні дні в Житомирську область завезли почти 400 тонн мусора. Ще одну огромну несанкціонированну свалку обнаружили неподалеку от села Чижовка, в 30 км от Барвиновки. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробності, телеканал «Интер», Житомирская область. В школу по-новому с 1 сентября первоклассники пойдут учиться по территориальному принципу, то есть по месту жительства, изменится и сама система обучения. В Черкасах учителя і родители выступили против нововведений. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Такі уроки англійська у пятикласників 1-й городської гімназії, в отличие от обычной школи, 4 рази в неделю. Здесь практикують углубленное изучение іностранних языков по новейшим технологиям. Пятикласниця Марія англійський уже знає на розговорному уровні, но останавливаться на этом не собирається. Я вже вивчаю немецьку мову з 5-го класу та китайську мову. Ще я хочу вивчати по субботам додатково іспанську мову. От обычных школ эта гімназія отличается не только углубленным изучением іностранних языков, но и методами. Перед зачисленням дети проходят строгий конкурс, иногда по 4-5 человек на место. Для того, щоб прийти до нас, вони повинні вже знати, було що. Була співбесідь, вони мали знати якусь базу. З нуля нас не було, тому що вони вже читали. Но с 1 сентября гімназія станет обычной школой, так прописано в образовательной реформі. Дітей будуть набирати не по знанням, а по месту жительства. В округ 1-й гімназії попадає часть центрального району Черкас. Директор в отчаянии. Заведення рассчитано на 670 учеников, а желающих в несколько раз больше. Некоторые родители будущих первокласників правдами і неправдами прописываються в центрі. Лиш би діти учились здесь. Нам оптимально два. Два класи. А нам пропонують зараз, кажуть, наберіть три-чотири. Три-чотири – це будуть великі зразу у нас. Практично ми через рік переходимо в другу зміну. Реформою возмущені родители нынешніх учеников. Говорят, нововведення ударять і по учебной программе. Она станет одинакова для всіх школ. А не уверен, с 1 сентября об углубленном изучении іностранних языков детям можна буде забыть. Ми не проти реформ. Ми проти того, щоб нам навязували якусь іншу думку, ніж ту, яку маємо ми. Ми хочемо зберегти гімназію, зберегти вивчення іноземних мов. В Черкасском управлении образование успокаивають. Реформа буде внедряться постепенно. Нынешні ученики будуть учиться по старой программе, а вот первоклашники уже по унифицированной. Да і гімназія останеться. Будуть школи першого, другого рівня. Тобто це буде початкова школа. Потім з 5 по 9 клас. З 5 по 9 клас. Це буде всі школи будуть гімназіями. Абсолютно всі школи України. І 10, 11, 12 клас. Це всі школи України будуть ліцеєю. Но родители учеников первой гімназії вже собирають подписи под обращением к городским властям, щоб депутати на містному уровні хотя бы урезали гімназію, округ із которого должны набирать первоклашок. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності телеканал Интер Черкасы. Більше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробності Юэй. А завтра не пропустите итоговую программу. Подробності недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера і до встречи. Дякую за перегляд!